Друзья, сегодня я хочу познакомить вас с интересным человеком, у которого необычайное увлечение. Человек делает кукол. Итак, я хочу представить вам Раду Вадимовну Амарян. Рада, расскажите, пожалуйста, что вы делаете, с чего все это началось и к чему это все привело? Да. Моя любовь к куколам началась очень давно. Но это, наверное, было заложено еще с детства. Привела любовь к рукоделию мне моя бабушка, рукодельница. Она шила, вышивала. И, в общем, вот с первого класса я начала шить, обшивать пупсиков маленьких. А потом пошло рукоделие. В четвертом классе села за машинку, начала шить одежду. А потом как-то вот так вот пошло, одежда не пошла, пошло лоскутное шитье, лоскутная аппликация. Очень увлекалась вот лоскутным шитьем, мне очень нравилось. И в один прекрасный день увидела в магазине книжку про кукол. И так и заболела этими куклами. Вот такую я сделала маленькую куколку, совершенно не зная, что это такое. Проболока, трикотаж и одежка. Вот такая вот получилась маленькая куколка. Это самая первая. Потом куклы у меня закончились. Работала я в полярисе, вела с детьми мягкую игрушку, занималась мягкой игрушкой. Вела лоскутное шитье. И как-то все у меня было периодами. Лоскутное шитье лет 5, вязание лет 5. И вот наконец-то я пришла к куклам. А в прошлом году я попала на курсы онлайн. Значит, прошла очень много курсов по кукле. Вот именно, что по кукле. И прошла я 7 курсов. Это текстильная кукла, пластиковая кукла, создание костюма. И до сих пор я сижу в онлайне, до сих пор я совершенствую свое мастерство, так сказать. Ну, по сравнению с этими первыми куклами, конечно, у меня уже прогресс на лицо, как говорится. И я заболела хронически своими куклами. И сейчас у меня коллекция кукол из пластика. Чулочные куклы, текстильные. То есть сейчас вот я занимаюсь такими куклами. И в планах у меня большая, ну, небольшая коллекция, то есть, как сказать, композиция. Да, композиция. Это музыкант с клавесином и 4 девушки. То есть это будет такой музыкальный салон у меня. Ну, это вот в работе еще. В работе. А сейчас вот, вот мои куклы, пожалуйста. Грунтованный текстиль занялась, тоже делала. Грунтованные игрушечки и провела курс. Два курса провела погрунтованные игрушки. Пластиковые куклы. Это вот кукла внизу 2003 года. То есть она довольно-таки уже в возрасте. Но вот она у меня осталась. А эти все куклы вот прошло бы дни. В прошлом году я сделала вот этих кукол. Увлечений, конечно, у меня очень много. Очень много. Я очень давно, с детства хотела научиться на коклюшках плести. Прошла курсы. Плела, продавала воротники, продавала салфеточки всякие. Вязание крючком, вязание на спицах. Лоскутное шитье. Куклы, мягкая игрушка. Оригами. Что еще? Ну, вот это мое увлечение. Очень мне помогало в моей работе в прошлом. Я работала музыкальным руководителем в детском саду. И все это, и рисование, и всякие костюмы. Это я все делала сама. И, значит, вот с 98-го года я работала в Полярисе. Работала с детьми, преподавала кружок рукодельный. А потом, с 2011-го года, я начала работать художником-бутафором. И здесь, конечно, вот мое творчество развилось. Развилось полностью. Я освоила ростовую куклу. Я сделала 5 ростовых кукол в Полярисе. И бутафория – это подделка. То есть, все, что надо было для концертов, я все делала. У меня есть патефон, у меня есть фотоаппарат, у меня есть мороженое. Шляпы делала шахматные. В общем, вот все, что надо было в Полярисе, все делала. И буквально вот из таких недорогих материалов, из которых, то есть, вот из ничего делала что-то. Ну, все, почти все девочки шьют одежки на пупсиках в детстве. Но не у всех это становится частью жизни, смыслом вообще жизни, таким увлечением и даже работой. Это нужно какой-то талант иметь, и вот в том числе оригами. Да. Вот и я еще что подумала. Вот вы делаете кукол, вы же в них вкладываете душу. Каждая кукла, она со своей душой, но мало того, она еще со своим характером. Вы когда делаете куклу, вы определяете, какой у нее будет характер. Вы уже чувствуете, не выше закладываете, она ведь своей жизнью живет, даже когда вы ее делаете. Она сама ставит свои условия. У меня, значит, делала я костюм девочки новгородского, новгородский костюм делала кукле, я переделывала его раз пять. То есть она мне ставила условия, это ей не подходит, это ей не подходит. Я весь интернет перерыла, чтобы найти вот этот костюм. И когда я ее одела в новгородский костюм, сделала скамеечку, сделала прялку-колесо, она успокоилась. И сейчас она живет в этом костюме счастливая, она довольна. Сейчас у меня тоже вот куклы, вот эту новую коллекцию я делаю уже с характером. Уже с характером, уже, значит, они что-то хотят такое. Ну, вот идея у меня есть, а что из них получится? Все куклы с характером, все они живые, все они ставят свои условия, они хотят быть такими. Вот даже вот эта история вот с этим мальчиком. То есть я хотела сделать Антошку. Из мультика Антошку хотела сделать. Все, покрасила его, все. Ну, будет Антошечка. Нет, он захотел быть викильперифином. И я в один день, в один вечер, я его одела. То есть это была просто куколка, да, без одежды, без всего, без образа. И потом вот он захотел быть геком. Вот так получилось. Здесь тоже думала, как, и кто он будет. Я все время спрашиваю куколу, ты кто? Это меня научили на курсах. Ты кто? Вот он захотел быть Борькой футболистом. То есть все, все куклы живые. Здесь тоже вот очень долго я слепила сразу двух кукол. Ну, думала, будут две девочки. А потом, когда я начала их уже создала, начала их одевать. И вот она сама сказала, что она Софья. Вот она сама сказала, что она Софья. А этого мальчика, я думала, тоже будет девочка. Он сам назывался Алексеем. И вот так вот они вот у меня одевали. Да, да. То есть они живут своей жизнью, они живут своими интересами. Они хотят быть такими. Они очень привередливые. Вот эта прическа мне не нравится. Я хочу вот другую. Эта шляпка мне не нравится. Эти ботиночки мне тоже не нравятся. Давай делай другие. И вот я сижу и думаю, что же, и что же, и как же ходить, и что же с ними сделать. Вот те старенькие куколки, они не такие были вредные. Вот эти текстильные. Вот я ее сразу одела и сразу сказала, что ты будешь, Лиза. Все, она Лиза. А вот эти пластиковые, они очень серьезные девушки. Очень серьезные куклы. Большое спасибо вам, правда. Желаем вам дальнейших творческих успехов. Красивых, не таких строптивых кукол. А вам, друзья, желаю тоже найти свое увлечение, которое стало бы смыслом жизни. Субтитры сделал DimaTorzok